всем привет и добро пожаловать на мой канал ближайшие 30 минут в новом влоге вас ждет мощная мотивация на уборку разберем коридор всю перемоем обувь уберем зимнюю одежду перестираем также поменяем постельное белье испечем вкусные блинчики а также перестираем и перегладим все белье желаю вам приятного просмотра ну что начнем свое утро я начинаю со смены постельного белья хотя нет мы уже проснулись позавтракали я развезла деток кого в школу кого в детский садик приехала домой и у меня достирается первая стирка запустила ее не накануне а как проснулись с вечера вернее загрузила и вот она вот-вот достирается решила пойти сразу на второй этаж и поменять взрослое постельное белье при смене постельного белья стараюсь сразу застелить свежее иначе вечером когда придешь уже не до этого всегда лениво поэтому не даю себе в этом плане расслабляться как только сняла недельное постельное белье сразу стилю свежее всегда вручает новыми подушками мы пользуемся больше трех недель могу сказать что я восторге мне нравится как одна модель так и другая ссылочку вам прикреплю обзор на эти подушки я уже делала ранее они вот новые покупала магазине в адрес просто шикарные всем советую постельное белье у меня из магазина икея называется натасмин а я долго выбирала прежде чем купить и вот именно это белье но мне принципиально важно было белое именно это белье было очень хорошего качества количество нитей на квадратный дюйм 310 это высокий показатель надеюсь она мне долго прослужит а ткань у него очень приятно и мягкая из хлопка или ацела покупали два комплекта в одном комплекте шел пододеяльник и две наволочки 50 на 70 а пододеяльник 200 на 200 натяжная простыня тоже из магазина икея название сейчас не вспомню но она белая на кровати 200 на 180 тоже меня вполне устраивает у меня их две штуки и вот как раз я их меняю плед тоже из магазина икея не знаю есть сейчас он в продаже или нет он белый знаете с таким легким кремовым оттенком в комплекте еще шли две наволочки 70 на 70 но так как пока кровати не декорирую на очки лежат и и ждут своего часа моя мини практичные находится на первом этаже поэтому собираю постельное белье и несу стирать как видите первая партия утренний у меня постиралась это было белое белье сейчас я его вытащу и загружу сразу сушильный автомат и надеюсь что через час двадцать будет все сухое как раз за это время и постирается постельное белье стираю я всегда жидким гелем для стирки в основном у меня есть это ариэль кондиционер для белья использовала синергетик меня вполне устраивает пока работа в протечной идет полным ходом перемещаясь на кухню а так как это утро посудомойка работает у нас ночью я ее запускаю чаще всего вот как раз ее разгружаю кухня устроена таким образом что вся посуда хранится в самых ближайших ящиках для того чтобы было удобно пользоваться то есть эргономику я всегда соблюдала при планировании у меня посудомоечная машина на 60 сантиметров я и очень довольна фирма bosch когда мы планировали кухню на самом начальном этапе у меня даже вопрос не стоял какую брать посудомойку на 45 или на 60 а потому что был опыт из 45 у меня было и 60 конечно же чем больше посудомойка тем больше в нее влезает тем меньше нужно запускать циклов мойки и можно также в ней мыть большие кастрюли подносы и противень и что очень удобно как только разгрузила сразу посудомойку снова загружаю и такой круговорот целыми днями пока занималась на кухне уборкой сушильная машина уже высушила первую партию белья и вот хотела вам показать немного было хлопковых вещей ну вот примерно сколько с одного цикла получается ворса и этот ворс теперь вот так легко собирается и выкидывается и я не мне трясу когда глажу и вообще у нас дома значительно стало меньше пыли а когда в доме появился сушильный автомат бесконечно можно пить оду благодарности стиральной машинки сушильной машинки и посудомоечной машинки это конечно такие помощники которые выручают каждый день я просто не представляю сколько бы времени у меня отнимала стирка мытье посуды а вот это вот сушка развешивание по дому белья сколько занимало бы это времени новые гаджеты и конечно экономит существенно и вот вам показываю как какие выходят вещи из сушильного автомата мне кажется достаточно разглаженные конечно есть вот такой хлопок знаете ну вот как допустим это футболочка хотя нет она тоже вышла нормальной то есть ее можно было бы повесить или сложить она не не было бы никаких заломов но я привыкла уже гладить мне это нравится я делаю с большим в принципе удовольствием плюс дети аллергики не могу себе вот знаете морально позволить не погладить вещи все-таки хождение по аллергологам и их настоятельная рекомендация о том что нужно там чаще выполаскивать белье дополнительные циклы ставит на стиральной машинке о том что нужно гладить вещи желательно пользоваться каким-то гипоаллергенными средствами они сидят прочно в голове и по возможности да нет я всегда глажу вещи глажу по возможности тоже сразу что партия небольшая белья занимает это не больше 15-20 минут а если это копить то у меня бывают такие провалы то это больше часа и вот и стоишь гладишь 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 ну приличненько так получается глажу я белье парогенератором у меня парогенератор у от фирмы philips покупала его лет семь назад в магазине озон на тот момент он был самым лучшим не знаю сейчас мне кажется вышли уже более современные и новые модели надо посмотреть но меня он устраивает по всем параметрам я не прикладываю никаких усилий на самом утюге ничего не регулирую то есть можно гладить сначала шелк потом джинсы или наоборот ничего не сгорит и вот сам утюг который непосредственно я глажу он практически ничего не весит как-то раз была на отдыхе в отеле и взяла утюг погладить я так удивилась он такой тяжелый то есть руки уже забыли что такое обычный утюг ну разница существенная в весе мне он нравится у него большой объем контейнера в который наливается вода он не занимает места все время стоит вот на специальной гладильной доске гладильная доска по моему тоже от philips или tefal вот не помню сейчас единственное что за все это время я поменяла это чехол и чехол купила металлизированный в нем пар не проходит вниз а вот как бы возвращается в одежду еще быстрее гладить можно и 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 подоспела постельное белье и с помощью гладильной доски растягиваю и проглаживаю сначала одну сторону потом другую сторону и она идеальная проглаженная и 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 на сегодняшний день стирка и глажка у меня подходит к концу останется только сложить вещи необходимым образом вот у меня там несколько футболочек ждут своего часа как раз остынут от парния генератора и и разложить сходить полотенчики постельное белье на второй этаж полотенце на первый этаж вот эти маленькие полотенчики на кухню и готово собираюсь пить блины детки попросили значит что нам потребуется два яйца пол литра молока у меня растительное овсяное кокосовый сахар столовую ложку пищевая сода соль и стакан овсяная у меня мука на этом все сейчас буду все смешивать последовательность такая слегка взбиваем два яйца кокосовый сахар и немножко соли я взбиваю это погружным миксером у меня дома другого нет постепенно добавляем муку муку можно на самом деле использовать любую и пшеничную и кокосовую и рисовую мне кажется любая пропорция все зависит от вашего вкуса у меня овсяная была мука потом добавляю тоже постепенно молоко мне кажется молоко можно тоже любое также можно и воду зависит от ваших вкусовых предпочтений немножко соды и все хорошо перемешиваем чтобы не было комочков важно прокалить сковородки на максимальном огне добавляем кокосовое масло на раскаленные уже сковородки я добавляю на кончике ножа для того чтобы просто блин не подгорел и только первую партию больше кокосовое масло не использую и наливаем тесто тесто у меня получилось довольно таки жидким но при этом блинчики получатся тонкие вообще в нашем доме блины это большая редкость я практически не пеку стараемся есть еду пареную вареную или там тушеную запеченную в крайнем случае вот а чтобы прям вот жареная скорее нет чем да но дети очень просили мама пожалуйста пожалуйста в общем испекла чтобы их порадовать обычное такое утро в нашей прихожей детки отлично погуляли у нас дожди размесили грязь сейчас мне надо все это помыть убрать комбинезон я так понимаю тоже весь грязный просила не складывать в общем тоже сейчас кину в стирку ну и зимние вещи так у меня дети умеют складывать одежду как у вас вешалки да это наша боль но иногда вешают и наша взрослая зимняя одежда пора ее убирать буду сейчас доставать очень теплые вещи и стирать вот смотрю тут мой даже горнолыжный костюм валяется дети бросили его буду застирывать так как он белый хозяйственным мылом и потом тоже стирать зимний комбинезон детский смотрю ну короче стирки по ощущениям на дня три а чтобы это все высохло вот а шапки большую часть я уже перестирала мне кажется а нет еще вот шерстяные вещи конечно есть да но их я буду стирать в последнюю очередь потому что у них специфическая сушка надо сушить на открытых на поверхностях то есть я не могу посушить в сушильной машине боюсь все таки сядет вот даже тут шарф есть какой теплый в общем надо разбираться свитера убирать доставать бейсболки тонкие шапки а прям бардачок у нас но как здорово да сейчас вот так чик и все чистое но за этим стоит большой труд пошла я мыть присоединяйтесь у нас в доме три раковины две раковины в ванных комнатах на первом и втором этаже и одна раковина на ковке когда мы проектировали дом у меня была мысль сделать отдельную прачечную с хозяйственной раковины с местом для сушилки стиралки для вообще каких-то хозяйственных нужд но эта комната никак не вырисовывалась в общем плане дома поэтому вообще всю жизнь я прожила в квартире и как-то было принято что мы в ванной комнате там мыли обувь или а когда моешь полы то все равно задействуешь обычную раковину понятно что ты ее потом моешь но про отдельные помещения мысль была но почему-то она не материализовалась в итоге обувь ну получается да всю уличную обувь я мою в этой раковине на первом этаже а потом ее естественно дезинфицирую не могу сказать что меня это устраивает на сто процентов хотелось бы отдельное помещение но к сожалению пока так если обувь слегка загрязненная мою ее сразу здесь а если она очень сильно грязная то она сначала отмокает в тазике и только потом более или менее в нормальном состоянии я ее мою в раковине обувь обувь мою обычным хозяйственным мылом отмывает все на раз-два щеточкой и тряпочкой там где щетка недоступна а вообще частенько я обувь стираю в стиральной машине вот даже вот эти вот кроссовки на раз-два в стиральной машинке стираются при 40 градусах на программе час до час и я самое важное что ставлю отжим поменьше по моему 600 оборотов вот и они как новенькие он 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 м м м м Продолжение следует... 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 чтобы детки приучались к самостоятельности и вешали сами. Как видите, пока не очень успешно, но они стараются. Ну вот, что у меня сейчас получилось на текущем этапе. Вот это вот все требует стирки. Пробегусь в коридоре, быстренько обработаю швы парогенератором. У меня парогенератор от фирмы Керхер. Я ему очень довольна. Использую всегда на плитке и мою им окна. На этом моя уборка заканчивается. Надеюсь, вам было интересно и вы тоже замотивировались. И побежите сейчас наводить чистоту и поэтрядок. Была в Леруа Мерлен. Очень понравились весенние такие композиции, приятные. Из искусственных цветов. Это была лаванда в небольших кашпо, горшочках. А также она продавалась по отдельности, как веточки. Видите, в нескольких цветах цены вам тоже сняла. Вот такие горшочки очень милые. Как декор поставить на туалетный столик или на консоль. Да даже на подоконник на кухню. Вообще меня заинтересовали вот эти прекрасные ловцы снов. Мне так понравились. Они были в двух вариантов. Черный, 290 рублей. И такой белый с персиковыми цветами и перышками. Нежнейший. Захотелось приобрести. Но так как я не знаю, куда я его повешу. И как буду использовать. Конечно же оставила время на раздумья. Счастья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!